Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Поделятся с нами с морем впечатлений и эмоций о святыне мусульман, о Мекке, Мухарам и о Лучезарной Медине. Как говорил один из персидских поэтов, говорить об объекте любви так же приятно, как встречаться с ним. Гости нашей сегодняшней студии расскажут нам о благословенном городе, о Лучезарной Медине. Поделятся своим опытом, своими знаниями, чувствами и эмоциями. У нас сегодня в гостях на Ипома мечети Музамиль города Алматы Мурат Тугельбайула и знаменитый мэтр казахстанского шоу-бизнеса, продюсер Эрик Тастянбеков. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Как настроение? Все отлично. Хорошее. Первое, что хочу сделать я, это поздравить вас с прошедшим Курбанайтом. Пусть Всевышний Создатель примет и от нас, и от вас наше поклонение, наше жертвоприношение во имя Господа миров. Маке, ну вот в вашей мечети как прошел Курбанайт в этом году? И прихожане мечети увеличилось ли количество братьев? Каждый год от мечети Музамиль, именно во время Курбанайт, Байрам-Намаза, людей, конечно же, с каждым годом все больше и больше. В этом году уже со стороны правительства была помощь нам. Отлично. Помощь именно в том, чтобы они оцепили дороги, и вдоль дороги САВИ полностью она была заполнена нашими прихожанами. Около 4 тысячи, 5 тысячи прихожан было. 4 тысячи прихожан? Около 4 тысячи, очень много было. Потом, именно в этом году мы провели разные там мероприятия, именно касающиеся спорта. Наши прихожане показывали свои, то есть, достоинства, как они могут поднимать гири. Потом между прихожанами мы организовали, потому что... Какие-то спортивные мероприятия? Да, спортивные мероприятия, потому что мы должны понять и полностью принять то, что Курбанайт, Байрам и Уразаайт, Байрам, эти мероприятия, они для нас очень важны, потому что в душе каждого мусульманина, он должен полностью принимать Байрам. Курбан, Байрам, он наступает один раз в году. Один раз в год он приходит к нам. И он должен принять это и радоваться этому. И из-за этого мы, конечно же, развесили шары. Создали, в общем, праздничную атмосферу. Праздничную атмосферу. Все прошло отлично. На высоком уровне. Конечно же, прихожане с хорошими впечатлениями ушли от мечети после Байрама. Пусть каждый год увеличивается количество мусульман. Пускай все мечети города Алматы не только забиваются просто братьями и сестрами. Двери открыты, в общем, дорогие друзья. Приходите в любое время. Эрике, ну вот с вашим графиком, с вашими выездами, прилетами, как вы вообще встречаете Хурбанайт? Что вы делаете? Как вы готовитесь к нему? Я, ну, особо-то так не готовимся, но как по традиции, как и все мусульмане, мы едем на базар, режем барана, разделаем, часть завозим в мечеть, часть знаем, где уже нуждающие семьи, там, на первом мате везем. В прошлом году участвовали там кентал, певцы, мы вот развозили мясо. Ну, то есть, вот как-то так. А вот в домашнем таком очагеи, да? Это обязательно, обязательно. После этого всего мы собираемся дома за праздником. В этом году мы собрались в нашей компании, в офисе, на крыльстол, в лов, отметили праздник. Ну, вот действительно, сейчас уже практически хадж закончился, да? Наши паломники, скорее всего, трансфером, автобусами их перевезли в Медину, да? В Лучезарную. Ну, каждый, кто совершил хадж, его постоянно будет манить туда, да? В святыню мусульман. Расскажите, пожалуйста, нам вот о Мекке, о Мухаррам. Вот что он из... Что такое Мека? Что такое... Почему название Мека? Почему Мухаррам? Давайте мы немножко поговорим об истории. Мекка изначально там не было, то есть там никто не жил. До появления Исмаила, алейхиссалям, сына Ибрагима, когда по велению Всевышнего Аллаха он оставил свою вторую жену, то есть хаджар, мать Исмаила. Исмаила в то время, она, конечно же, изначально просила, молила, то есть просила, чтобы Ибрагим, алейхиссалям, ее не оставлял сыном двухлетнем возрасте. И в конечном счете она поняла, что это было по велению Всевышнего Аллаха, потому что она спросила у Ибрагима, алейхиссалям, это в действительности от Всевышнего Аллаха так повелел, чтобы ты оставил нас здесь. И, конечно же, это было пустынное место, нет воды, необитаемое место, можно сказать, потому что там безлюдно, никого не было, ни зверей, ни птиц. И, конечно же, когда она услышала, что это было по велению Всевышнего Аллаха, хаджар, алейхиссалям, пусть будет мирей, она, конечно же, в это время она полностью смирилась с тем, что уготована была ей Всевышним Аллахом. И после этого она положила своего ребенка между Сафова и Марва, горами, и начала, конечно же, между горами она начала ходить. То есть между горами, когда она ходила, она начала искать воду. И на седьмой раз, когда она уже подошла, то есть к своему сыну, когда спускалась с этой горы, Джабраиль, алейхиссалям, он по велению Всевышнего Аллаха, он прорубил воду под ногами Исмаиля, алейхиссалям, когда он был еще в младенческом возрасте, то есть в двухлетнем возрасте, грудным ребенком. И после этого она прибежала, то есть увидела, что вода начала сильно распространяться, и она сказала зам-зам, и начала окутывать эту воду, что из-за этого слова зам-зам, это как-то, чтобы собиралась вода, потому что она была сильно, вот, начала распространяться. И после этого на сегодняшних дней никакая наука, никакие профессора, никто не может узнать, то есть понять, почему не кончается эта вода, потому что наши паломники, и не только наши паломники, около 8 миллионов паломников в одно время, они каждый минимум увозят по 10-20 литров воды. То есть здесь нескончаемо, уже сколько веков, даже посчитать 4 миллиона, да, каждый год 4 миллиона паломников. Сколько тысячелетий эта вода уже текет. Ну, сколько тысячелетий эта вода не останавливалась, то есть нескончаемая вода, потому что это была рахма Всевышнего Аллаха. Потом, со временем, то есть после того, как здесь произошла эта вода, Аллах дал, то есть спас Хаджар и сына Исмаиля, то есть пророка Исмаиля, алейхиссалям, после этого начали потихоньку переселяться, то есть переселенцы племена, разные племена. Изначально они, конечно же, попросили у Хаджар, может ли она, то есть разрешить ли она, чтобы они переселились, потому что после того, как появилась эта вода, священная вода Замзам, здесь начали появляться разные птицы, разные животные. То есть здесь Аллах дал уже берека, то есть это было уже видно. А где вода, там уже жизнь. Из-за этого люди поняли то, что прохожие люди, которые, проходя караваны, они начали останавливаться и переселяться в эту благородную, благословенную Мекку. Машаллах! Эрике, вот опять же, вы побывали, наверное, в скольких странах? Очень много стран, да? Очень много городов повидали. Несомненно, каждый из этих городов, стран оставляет свои впечатления, да, у вас глубокие. Вот какой вы представляете себе Мекку? Вы же потому что еще не были на Хадже, да? Я еще не был ни разу в Мекке, хотя много слышал, много рассказывали мне об этом. Теперь моя цель и мечта попасть в Мекку. Мне представляется, что там солнечно, светло, светло не то, что даже от солнца, что я, мне кажется, что я вот поймаю эту светлость, эту легкость именно там. И я прям думаю, откладывать не буду долгий ящик, наверное, на следующий год я... Обязательно посетите, сделайте паломничество. Пусть Аллаху Таля примет ваши дуа и, да, не спошлет вам хадж и призовет вас к себе. Ну, вообще, вот, есть... Ночью города, да, города любых стран, люди, ну, то есть, ночь такая бурлящая, да, люди не спят по ночам, ну, по различным причинам. В Мекке то же самое, что паломники, что коренное население, они не спят. Ну, смотрите, какая большая, большое отличие. То есть, те, кто пребывают в Мекке, в Мекке, они же, получается, поклоняются Всевышнему Создателю, поклоняются, делают дуа, поэтому отчасти, да, Мекку называют благословенным городом, поэтому. Окей, так, значит, у нас сейчас уже мои коллеги готовы с нами связаться. Вот они, дорогие телезрители, друзья, с нами в прямом эфире. Ас-саламу алейкум, Алтынбек. Какой вы, как вы? Какой вы, Мекке? Какой у вас настроение? Скажите нам. Ас-саламу алейкум, Серг. Ас-саламу алейкум, Казақ жұрты. Ас-саламу алейкум, Казақ жұрты. Осы, қажылық маусымындағы қауіпсіздікті өте шоғарғы денгейде өткізді деп айталамыз. Себебі, әлемнің 70-тен астам келген бағы өкілдері әлемнің 150-ден тарта еліне ақпаратты үздіксіз таратып отырды. Алтынбек, бұл қажылық рәсімінде саударап елі қауіпсіздікті де қатты көңіл бөлген сияқты. Себебі, 100 мүн әскер әкелінген екен. Және қоса, сақтық шараларына, қажылардың денсаулығына да қатты көңіл бөлгені білініп тұр. Талай жерден техник алдырылған және 70 білікті дәрігер жұмысқа жұмылдырылған. Міне сол 70 білікті дәрігерді жұмылдырылған ем қаналардың саны 155 болса, ауруқ қаналардың саны 25 екен. Міне сол жерде сұрқаттанған болмаса түрлі жарақ аталған қажыларды өздіксіз емдеп отырды. Сонда еқ басты айта кететін дүние 21 қажы Медина қаласында естүсіз қалған екен сол қажылар, пайғамбармыз сол ашыламайтық қанғай, қажылы қол Арафат. Сондықтанда сол естүсіз жатқан қажыларды Медина қаласынан, Мекке қаласынан арнайы көлікпен алып келіп, Арафат жазығында ауруқ қанада жатып өздерінің қошылықтарын жасағанда тілігет егет аламыз. Пайғамбармыз айтқан екен бір қадесінде, еш кім үймен қоштасыпай Меккеден кетпесіндеп, енді бүгін қазақстандық қажылар сол қағбаның айналасында қоштасу тавауын жасап, үйіне оралатын болады. Тағы бір айта кететін дүние бақылау қай кездеді, қай заманда да ол маңызды рөл атқырады. Осы қажылық маусымында, қажылық орындылатын жерлерде, Минада, Арафатта, әл-қарамда, Муздалифада осы жерлердің барлығына 17 мүн бейне бақылау камерасы орынатылған екен. Міне сол бейне бақылау камералар арқылы қажылардың жүріп тұрғанын толықтай бақылауға мүмкіндік беріп отыр екен. Енді осы Меккеден қайтқан қажылар мәденеға бар, қандай қылшылық түрлерін жасайды? Дұрс айттыңыз, енді бір айта кететін дүние әлемде үш мешт бар. Сауап жағынан өте жоғары. Соның бір осы Меккедегі әл қарам мешті. Әрбір оқыған намазыңыз үшін басқа жерде оқыған намаздан 100 мүн есе артық сауап оласы. Мені сол сияқты пайғамбарымыздың салалаху алейху ассалам Мәденада мешті бар. Сол мештінде оқыған әрбір намазыңыз мүн есе сауап дейді. Ал енді біздің қаржыларымыз осы Мекке қаласынан Мәдене қаласын алы қаласы аттынады. Тағы бір айта кететін дүние қаржылардың көбілегін осы Мекке қаласында жұмылдырмай, оны қаржылыққа дейін және қаржылықтан кейінде бекке бөлген екен, еліпайыз қаржылар қаржылыққа дейін Мәдене қаласында болды. Ол қаржыларымыз осы қоштасу тавабын жасап болған әңген елге қайтады. Ал қаржылыққа дейін осы Мекке қаласында болған қаржыларымыз осы қаржылық аяқталғаннан кейін Мәдене қаласына барып өздерінің саяқаттарын, жаңағы зияраттарын жасайды. Ол жердегі жасылатын зияраттың бір ең алғаш барған кезде, пайғамбармыздың салаллаху алейху асалам мешіне барып намаз оқиды, және пайғамбарымызға сәлем береді. Сонда ек жәнәтілер ауда деген бар, жәнәттің бағшыларнан болған бір жер сол жерде қошыл жасайды. Сонда ек өйін үлкен Ислам тарихындағы шайқастардың бірі ұқыт шайқасы бар. Продолжение следует... 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 Можно... Продолжение следует... 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 Он постарается ездить, то есть побывать на Умру. Эрика, тут действительно порой нам, всем нашим дорогим телезрителям, и не только, нам включительно не хватает пищи для размышления. Каждый день человек встает, он о чем-то размышляет. Вот вы в вашем случае, как вы пришли к этому? Как вы начали вообще читать намаз? Я просто начал читать хоран. С тосферами, с разъяснениями. Меня это очень заинтересовало. Я 10 лет назад пробовал читать, но тогда я как-то не понял или не был, наверное, готов. Буквально в прошлом году, где-то в августе, первый год назад, я просто начал его читать, просто как книгу. И начал находить за 53 года много чего происходило в моей жизни. И прямо в этой книге, считаю, супер книга, там начал находить ответы, почему так произошло, почему так произошло. Начал какие-то анализировать, делать выводы. В моей душе вот эти прям содержания, вот та сферы, все эти разъяснения, они нашли отклик. И я прям почувствовал, после этого какие-то вот... Изменения произошли. Изменения, да. Какие-то знаки. Я потихоньку начал по 5 совхадисперва на жума-намаз, потом начал читать. И уже месяц 3, как я уже 5-кратно читаю. И замечаю, что чем дальше ты читаешь, тем ты спокойнее становишься, когда в гармонии с собой. То, что... Вообще цель, цель ислама, Аллах какими хочет нас видеть. Все это описывать терпеливыми. Уметь прощать. Уметь говорить прости. Полезными. Самое главное, мне кажется, свойство мусульманина, это быть полезным обществу. Совершенно верно. Добродушным, милосердным. Вот это, когда ты... В душе, в тое сердце есть вера, когда ты совершаешь вовремя намаз, после каждого намаза, я ощущаю, вот просто вот... Еще до намаза ты как всегда начинаешь что-то нервничать, кто-то тебя разозлил. Ты что-то переживаешь. Буквально после прочтения, вот прочитал намаз, сел, 10 минут проходит, я думаю, это ерунда, ну все. То есть ты принимаешь, какой он есть, и не надо париться. То есть он такой, его создал таким Аллах. Ты такой. Ну, надо уметь прощать, надо уметь саму говорить прости. То есть, мне кажется, наш мир немного оскудел от тех людей, которые вот с такими благими намериями живут. Да, да, да. Пустына стала, да? А если состояние твоей души именно такое, каким хочет видеть Аллах, то даже ты все равно на низкок уровне ближе к нему становишься. И он начинает помогать. То есть, воспитывает, да? Перевоспитывает. Да, да. У нас на линии телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Ассаламу алейкум. Сырағынлар етіна, 2015-тенбері өзің науқастан қалды. Катты науқастан қалды. Рак аурунна шалдық қалды. Сонен, мен атлас, несінен, сондаған компаниясына. Мен осы, қатты, қашлыққа нитет латында, кеум оған дай немес, әлі. Сонған маған маған мағырам керекте. Мен әке сенет оған. Мен әке сенет оған маған маған. і. Мен әке бездейді? Мен бір бұл маған мағана. Мен евіған маған маған бұл мағане. Мен еғлинб представля administered, нен еңде менің және де қалды керекте. Мен, әке бі don'tunto気 болы所以呢 керекте, ег Bі маған мүмophы тек маған маған маған. Аneған маған мүмкелтері Thanks керек тамға іде? Она говорит, что у нее нет родственников. Вот это проблема. То, что у нее нет родственников. Здесь Махрамом может быть только родной брат. Только родной брат или отец. А остальные, то есть знакомые или там еще человек, который знакомый, он не может быть Махрамом. Здесь, конечно же, в этом вопросе мы не можем ей помочь. То есть мы не можем ей помочь. Пусть Аллах ей, иншаллах, здоровья. Возможно, действительно сделают у вас какое-то наставление мужу. Потому что нельзя, знаете, умновать в жизни. Как Агашка, Агам Зайтханде. Нельзя полностью убиваться. Это же в жизни человеку дается каждому свое. То есть каждый человек носит свою ношу в жизни. Из-за этого, когда у него происходит заболевание, там, рак или онкологические заболевания. То есть неизлечимые. И неизлечимые, да. Возможно, эта болезнь просто будет ему испытанием временное. Потому что большие испытания давались пророкам, как Аюб, алейхиссалям, пусть будет мир ему. Нашему пророку, Мухаммаду, ас-аллах, ас-аллах, всем пророкам были даны большие испытания. А те испытания, которые даны нам, они по сравнению с теми испытаниями, которые были у пророков, можно, конечно, сравнить как маленькую-маленькую-маленькую вещь. То есть в наименьшей степени, да. В наименьшей степени, да. За это мы, конечно, молим Всевышний Аллахов, чтобы у нашей сестры, которая позвонила телезрительнице, Аллах даровал ей здоровье, чтобы она излечилась и побывала еще на хадж. На паломничестве. Благословенный город Мекка. Расскажите нам о Каби. Значит, мы знаем, что уже поняли, из того, что вы сказали, история начинается от Исмаила, алейхиссалям, да? От Ибрахима, алейхиссалям. От Адама, алейхиссалям. От Адама, алейхиссалям. Расскажите нам о Каби. Каба. Да, о ее святости. Первое, то есть, вознесение вокруг хаджар, хаджар-эль-Асуат, то есть, черный камень, он был именно принесен ангелами по велению, то есть, по приказу Всевышнего Аллаха. И, то есть, вокруг этого камня Адам, алейхиссалям, после изгнания из рая, после изгнания из рая, Адам, алейхиссалям, прибыв на это место, благословенное место, ему было повелено, то есть, приказано, чтобы он вокруг, прошелся вокруг, сделал паломничество, то есть, первый круг сделал вокруг этого камня, то есть, черного камня, хаджар-эль-Асуат. И после этого, во времена Ибрагима, алейхиссалям, то есть, он с сыном Исмаилем, когда он был уже в взрослом возрасте, они начали строить первую Кабу. То есть, первую построили, стройки начали делать Ибрагим, алейхиссалям, с сыном Исмаилем. Исмаилем вместе, Ибрагим вместе начали строить. И после этого, Аллах всего с ней приказал, чтобы он позвал всех людей, чтобы они начали делать поклон, то есть, поклон, и делали, совершать этот тауф. Вокруг Кабы. То есть, Ибрагим, алейхиссалям. Ибрагим, алейхиссалям. То есть, это около несколько тысяч лет назад было. Эта история начинается. Несколько тысяч лет назад. То есть, и Замзам вода, благословенная вода, священная вода, в это время произошла. То есть, уже несколько тысяч лет. И, конечно же, людей, поклонившихся всеочнему Аллаху, было очень много в то время, когда Исмаил, алейхиссалям, начал призывать, Ибрагим, алейхиссалям, начал призывать людей, чтобы они поклонялись всеочнему Аллаху. То есть, через это место. То есть, не поклоняться этому камню, поклоняться через это место. И вокруг этого места, как ученые сейчас начали же как-то доказывать, что полностью Вселенная, она крутится вокруг какой-то оси. Вокруг оси. И мы люди, которые вот мусульмане, около двух с половиной миллиардов мусульман, каждый год во время хаджа и пятикратный намаз, когда совершая, мы все смотрим, то есть, в центр земли, в центр земли, который находится вот Мекка, Каба. И мы, конечно же, человек, который, то есть, централизованно начинает делать этот поклон, полностью этот негатив, которого, как вы говорите, когда человек уже начинает, ну, обиделся на человека, или у него какие-то негативы были, и переживания после того, как он совершает поклон Всевышнему Аллаху, пусть это будет утренний намаз, пусть это будет вечерний намаз, дневной намаз. Какой будет намаз, ну, в это время, когда он воедино остается со Всевышним Аллахом, и это все воссоединяется воедино, то есть, мы централизованно смотрим все именно в сторону Кабы. Машаллах, ну, когда ты там пребываешь, у тебя такое состояние, состояние умиротворения, его, ну, ни с чем не сравнить, а особенно, когда ты увидел Кабу перед собой, все, ты, у тебя вроде бы и не хватает воздуха, и ты замер, и весь мир вокруг тебя, он прям раз и сузился. Это знакомство, это знакомство с новыми людьми в твоей жизни, которых, возможно, ты никогда в жизни не видел. Это будь то европеец, будь то африканец. Действительно, Аллаху Тааля собирает всех мусульман воедино. То есть, ты там чувствуешь, такое, знаете, дух единства, что все одинаковые. То есть, это самое вот большое различие, все одинаковые. Вроде бы сейчас мы с вами, я в пиджаке, кто-то в рубашке, или кто-то бедный, а кто-то богатый. Там такого нету. Ты посмотрел на паломника, на хаджи. Определяется по одежде. Да, да, там ты один. Одно действие. То есть, аль-хамду лилля. Поэтому здесь что пожелать? Пускай Аллаху Тааля примет все наши дуа. И мне кажется, в каждой молитве, в каждой молитве мы должны вспоминать о том, что, иншаллах, если Аллаху Тааля, Создатель нас приведет к себе и призовет к себе, это будет аль-хамду лилля. Не забываем о хаджи, не забываем о пятом условии. Ислама. Маке, ну вот мы уже практически, вы основную часть рассказали о Мекке. Теперь давайте о заключительном Божьем посланнике, о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, и о руководстве Всевышнего, которое было ниспослано именно в Мекку, в святые мусульман. А до того, как Аллах не спасла пророка Мухаммада, саллиллаху алисалям, Божие послания, до этого, то есть со времен Ибрагима аликсаляма, люди, сильно заблудившись, начали поклоняться разным идолам, разным бесам, разным творениям, которые сами сотворили. И после этого люди начали вот именно в Каабе во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алисалям, когда он еще не был пророком, они внутри Каабы, то есть поставили своих идолов, разных идолов, и начали поклоняться этим идолам. И после этого, когда захватив благословенную землю Мекку, Каабу, после этого полностью вот эти идолы все было вывезено, то есть убрано из Каабы, и после этого, конечно же, облик Каабы, он был разного вида, вначале там разноцветных типов, там было, то есть во все времена, каждое столетие делали реконструкции. Во время Иусманской империи тоже было, потом большая реконструкция была уже близ 90-х годов, и, конечно, вот с каждым годом паломников становится все больше, и больше из-за этого он расширяется. И, конечно, ключи от дверей Каабы было у Курайшитов, у племен Курайшитов. И после этого, как пророк Мухаммед, саллилалу алисалям, взяв эти ключи себе, он передал племени, это племя до нынешнего времени сейчас открывает врата, то есть двери Каабы. Ну да, Эрике, ну вот, если бы вообще в Мекке, в Мекке, в святыне мусульман, все дуа наши и все мольбы, они сбываются. Вот какое бы дуа вы сделали, если бы совершили паломничество? Мне вот чисто интересно, что бы вы попросили у Создателя? Я бы много чего попросил. У меня сейчас разбегаются аж мысли. Ну, вообще, как бы, конечно, это мир над головой, чтобы не было жестокости, не было войн. Это прежде всего всем людям, будь добрыми, полезными, милосердными, сострадания, чтобы было все, терпеливыми. В Хоране сказано, что кто идет по прямому пути, это прямой путь, это есть с верой в сердце, с верой в Аллаха, он идет без страха и печали. То есть печаль, это, если мы оглядываемся назад и видим в жизни в нашем какие-то моменты печальные, грустные, мы печалимся. Когда мы смотрим вперед, люди, у них есть страх. Как будет жизнь складываться, как мы дети будут жить, так если ты вот идешь с верой, с настоящей верой в Аллаха, у тебя не будет ни страха, ни печали, потому что ты каждый этап жизни будешь принимать с благодарностью, и у тебя не будет ни этого, ни страха, ни печали, ты будешь жить в гармонии с собой, это раз. Во-вторых, когда сетуют на жизнь, говорят, вот у меня там денег нет, очень много, вот у меня здоровья нет, Аллах слышит, и он говорит, у тебя нет терпения, значит, ты еще не знаешь, что такое нет денег, или ты еще не знаешь, как болеют люди, и дает тебе еще больше этих испытаний. Поэтому всегда говорить надо, алхамду лаля, все отлично, все хорошо, спасибо тебе за что, я благодарю тебя за все, за этот стакан воды, за то, что я сижу здесь, за то, что у меня живы все родные, близкие, спасибо тебе, алхамду лаля. Положительные эмоции. Только так, только должно быть положительные. Наше время подошло к своему логическому завершению, до того все быстро проходит, да, в нашем мирском бытие, и время, и программы наши. Дорогие телезрители, ну вот, на этом 50 минут нашего прямого эфира, подошли к своему логическому завершению. Я тоже от всей души присоединяюсь к нашим гостям в сегодняшней студии. Хочу пожелать, чтобы сбылись все ваши мечты, и все те цели, которые вы поставили, пускай они сбудутся. Каждый день делайте дуа, просите у создателя, ведь нет силы и мощи больше, чем кроме нашего создателя. Ну на этом все. Ассаламу алейкум. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok